Доброе утро! Скажи, скажи доброе утро! Доброе утро всем! Мы сейчас находимся в комнате нашего маленького малышонка. Вот так на Дэниел плачет. Ты думаешь, так красиво? Чего ты плачешь? Расскажи, что... Вчера у меня начались схватки. Но начались схватки не болезненные, не настоящие, а такие фейковые, еще тренировочные, как называется. Ну скажи, тренировочные схватки. И я вот не знаю, когда настоящие роды теперь придут. Потому что с Натэниелом у меня началось прям за пару дней всего до родов, прям за два дня где-то. В этот раз у меня прям вчера я почувствовала прям так резко закаменело живот. И я просто присела, потом резко встала и прям такая... Прям... Ну мне не больно. Просто он так сильно стянулся. Я вот теперь вчера вечером перед сном, я прям написала список, что мне нужно, необходимо сделать для появления малышонка. Это Натэниел тут сидит, читает книжку. Поэтому это входит в план постирать детские вещи. Потому что я как купили мы с Алексом, оно так и лежит сложено с этикетками. Детская одежда нужно, я думаю, а если, допустим, ночью начнутся роды, мы уедем. А где одежда? Хотя я знаю, что в больнице все дают в американских. И можно и не везти одежду. Но я понимаю, что потом в корсит нужно будет его садить. А одежду я не перестирала. В общем, я должна уже начать все это скорее в скором будущем. Поэтому я решила это делать сегодня. Нужно все перестирать. Вернее, прополоскать хотя бы мне. Оно все, естественно, чистое, потому что новое. Но мне нужно от пыли всякое сполоснуть. Поэтому сегодня я займусь этим. Уже буду по чуть-чуть складывать в роддом сумку. Но не то, что прям в роддом сумку прям. Но я подберу уже вещи, какие я возьму для малышонка. Какие я возьму себе. Потом на выписку. Нет такого, что прям выписка. Я прям в торжественной какой-то одежде. Обычно. В чем приехала, в том и уехала. Но можно какую-то запаску. Потому что сутки находишься минимум в больнице. Да, в американских клиниках. Один день ты находишься в больнице после рода. И тебя выписывают. Не в 7, не в неделю, не в 4, как в Украине. А все очень быстро. Нас выписали через сутки. Как раз мы родили. Я родила в 6.37 на Теннила вечера. И на следующий день нас в 9 вечера выписали. Вот. Так, поэтому нам нужно еще люльку собрать. Прикроватную, которую мы купили. Потому что с Натанилом у нас не было люлечки. У нас была коляска. И он просто спал в коляске. Именно у нас была кроватка. Но она была в его комнате. А в нашей комнате мы не переставляли эту кроватку. Мы просто поставили коляску. И вот она у нас была в коляске. Натанил спал в этой, в басонет. И все. До трех недель. Так же самое мы планируем с этим малышонком только несколько недель. Все увидим. Все хорошо. Все. Тогда переселяем его в малышковую комнату. Тут она за стенкой у нас. Поэтому мы должны ее еще и собрать. Алик сейчас работает. Когда у него есть время, он тогда все собирает. Работы много. И нужно куча дел сделать. Поэтому я делаю свою работу пока. Что от меня зависит. Это собрать, постирать, сложить. И там куча еще помелочевки. Поэтому да. Вот. Так вот человек сидит на кресле у братика. Кстати, мне нужно сегодня измерить вот это. Ширину этого кресла. Потому что я вчера хотела купить waterproof cover. Чтобы его не запачкать. Как и в Натанила комнате. Наш отличник читает. Здесь у нас в комнате. Просто в этой детской ящике с одеждой. Которую от Натанила. И то это не все. В моем офисе, где я монтирую видео. Там очень много. Это целый ящик памперсов. Это то, что осталось от Натанила. Здесь одежда. А вот это. Прям заказали мы. Сейчен Дэм. Одежду. Поэтому сейчас я буду. Ой. Сейчас я буду перебирать это все. Раскрывать каждый пакет. Буду заниматься. С Натанилом мы вообще покупали вещи просто с Амазон. А в этот раз я прям много чего позаказывала. Именно с Эйчен Дэм. И хочу такие фирменные. Натанил, давай помогай маме. Мне очень-очень нравится. Вот просто вот такие цвета. Такие все красивые, нейтральные. Да, сыночка. Это то, что осталось от Натанила. Привет. Все. Будем разгребать, короче. В общем, перебирать это все. Эту всю красоту. И сортировать потом. Будем разгребать, да? Эти штанишки мама так тебя и не надевала. Видишь? С малышкой. Сыночек, ты маме помогаешь? Я проскидывала. Так проскидывать не надо. Мы сейчас должны все с пакетом чаю. Смотри, как много вещей ему купили с папой. Забрать как-то это. Это все прям до года, как минимум. Это все до 24 месяцев. Конечно, все будет подкупаться. И от Натанила много чего осталось. И верхние хорошие одежды. Поэтому мы в основном только покупали такое. Детя тут. Дитя, ты что сделал? В этот раз мы не делали бэби-шауэ. Потому что я понимаю, что это будет наш второй мальчик. И у нас много чего есть. И коляска есть. Поэтому мы решили не делать бэби-шауэ. Просто натычка. Это не надо открывать. Это салфеточки, чтобы попочку подмывать. И человечка мыть, да? Мы же тоже тебя таким мыли. Тряпочками, да? Поэтому мы решили купить одежду, которая нам необходима. И все. А так у нас все есть. И кресло для автокресла. И у нас есть и для кормления стульчик. Поэтому мы думаем, ну что ему дарить? Все есть. Денюжку, если что. Смотри, сыночек. Скажи, на-на-на. Покажи, какая у нас одежда. Смотри. Вот мы купили носочки вот такие. Смотрите, какой я купила. Картюмчик на Ньюборн. Ньюборн это один-два месяца. Ой, какой я. Отдельный ботичек. Штанишечки. Такие тут еще выше встают. И жапочка. Hello, I'm new here. Вот это мы должны... Ну, я несколько наборов Ньюборн покупала. Вот это два-четыре месяца. Два-четыре. Короче, в общем, я все сейчас буду раскрывать, а потом буду стирать, а потом мы будем складывать. Ой. И вот нам такое подарили. Красивое такое кофточка со штанишками идет. Два-четыре месяца. Ну, очень-очень красиво. Разгребаю все по чуть-чуть. Только посмотрите. Тут уже Натанил лампочки свои достал. Посмотрите, какая красота еще на Ньюборн. С жирафиком. Натанил, шапочка. Тут еще бодик и шел в комплекте. Такой. С ножичками. Скорее всего, я вот этот заберу в рдо. Ну, несколько я комплектиков Ньюборн возьму. И штанишки. Ой. Тут, смотрите, класс. Получается, есть бодик отдельный. Такой цвет. Красиво. Это один наборчик. И можно вот так. Второй наборчик. Отлично. Это на Ньюборн. Ну, и там перед этим я тоже открывала на Ньюборн. Там, по-моему, у меня четыре на Ньюборн или три. Ну, зная, что Натанил прям уже прям носил один-три месяца одежду, то, зная, что наш мальчик второй может быть тоже крупненький, то я и не покупала слишком много одежды на Ньюборн. Ой, Ньюборн. Как это все мило. В общем, все я вот эти этикеточки снимаю. Вот эти. И все. И будем бросать в стирку. Такие все красивые цвета. Просто прямо, что такая прелесть. Чем больше смотрю на вот это, тем больше понимаю, что уже... Все, мы приближаемся ко Дню Икс. Икс. Смотрите на вот эти все. Такие все красивенькие. Какая прелесть. А это у нас опять 2,4. Я не знаю, мне кажется, я слишком много накупила на 2,4. Это какой? Опять 2,4, видите? Шутцы такие. В общем, что у нас вышло? Куча-куча вещей. Сейчас я уже Натанил прям хнычет, уже хочет прям все сюда залезть. А я говорю, Натанил, все, пошли стирать. Будем сейчас все это стирать и перебирать. Точно. Хотела еще также ответить на вопрос. Кто-то из вас написал, посоветуйте одежку для новорожденного, чтобы именно спать. Мы как использовали? Мы вообще пользовались Натанила, так как он только маленький родился, он не шевелится, не крутится. Мы просто использовали обычный там какой-то вот такой, допустим, бодик с ручками. Там вот памперс поменять, обычные штанишки, носочки. И сверху мы одеялком накрывали. Так как Натанил у нас спал с первых дней на животике, то мы накрывали просто одеялком. Мы его не пеленали. Поэтому мы использовали одеялко. Когда Натанил уже начал переворачиваться, и понимаем, что одеялко может сползти, он куда-то развернуться, одеяло, ну, слезть с него, естественно, мы начали использовать вот такой sleeping bag. Называется. Это на лето. Получается такой просто хлопковый. Вот здесь пишут даже small. Вот. Birds bees. Сейчас мы используем тёпленький. Натанил... Что здесь происходит? Сейчас мы используем тёплый. Сейчас я покажу. Натанила, что ты здесь делаешь в мамином офисе? О, ты дверь там сломал? Сейчас мы используем тёплый. Вот такой. Тоже суть в том, что это sleeping bag. И Натанил вообще, я вижу, я его кладу, головка сюда. Вернее, он засыпает так, потом переворачивается там, спит. Это и по камере всегда видно. А так мы вот как спальный мешочек... Спальный... Приеду, хорошо, спальный. Твоя кроватка, да? Там спадки ты должен. Вот спальный мешок используем. Он как просто синтепоновое одеялко, только тут ручки свободны. Да. Да, мама тебе поёт всегда песню, да, перед сном? И что? И шум включает мама. Поменяли мы здесь, кстати, ковёр. В детскую маленькую комнатку перенесли тот маленький, а здесь купили новый. В Костку были скидки 20 долларов на каждый ковёр. Что мы купили в каждую комнату и в мой офис, и сюда. В общем, то вот такое мы используем. Sleeping bag. Очень тёплые ножки, получается, под одеялком. И он крутится, и на животике, и на спинку. Поэтому, как начал только переворачиваться, мы сразу же купили вот такое. Вот. А так, когда малепусенький, то мы используем совсем... Ну, прям совсем обычно одеялко сверху. А в этот раз я как раз специально купила ему пижамки для малышонка. Прям с ножками, с ручками и с ножками. Чтобы было вот, допустим, такого плана. Вот такого прям плана, чтобы отдельно не одевать носочки, а просто вот с ручками и ножками. Вот будет у нас дома тёпленько. И просто будем мы так его поменяли, снова положили, накрыли одеялком. И всё. Вот. Или вот такого плана. Это пижамки я специально покупала для сна. А на постоянной основе обычно будут штанишки и кофточки вот такие. Вот такие штанишки. Всё. Вот. Сказала. В общем, переставили мы комод на Тенила в малышковую комнату. И я уже перебрала все вещи, пересушила их. И вот уже поскладывала всё по возрастам. Тут и 4-6 месяцев, и штанишки отдельно. И такие, и постарше, и постарше, и с ножками, и с носочками. В общем, это на Newborn. Это прям всё такое. Прям в роддом можно брать, повыбирать. Но меня очень расстроило то, что здесь получается... Посмотрите, здесь ни одного нет цвета розового. Ну, у меня, получается, с ушки вылезла вот такая кофточка. Как я так её... Я не помню, чтобы я прям с пакета доставала такую одежду. Но она прям насквозь. И с этой стороны тоже розовая. В общем, ну это я просто в воде ополоснула. Попробую её постирать. И я расстроилась снова. Я не знаю, что я не то делаю. Но я замечаю, что каждый раз, когда я новую одежду стираю, она у меня очень сильно стягивается. Я думала, что вся проблема в том, что я покупала с Amazon одежду. И я специально решила купить с H&M одежду. И опять посушила. Уже я сушила не на горячем воздухе, а на среднем. В средней температуре. И достала, и опять расстроилась. Потому что поскладывала вещи. И я просто смотрю, какие они маленькие. Вы просто, просто... Я хочу просто вам наглядно показать. Это, смотрите, 1-2 месяца, да? Вот такой костюмчик. 1-2 месяца. А вот это пишут 2-4 месяца. Но вот посмотрите. 1-2 и 2-4. Вот если мы даже вот так приложим. Плечики просто идентичны. Рукавчики, конечно, чуть-чуть больше. Но неужели ребеночек вот от между ножек до плечиков не растет? Только в ручках. Ну и что это? Действительно 2-4. И это Newborn. И это. Поэтому я его все вложила, сложила вместе. Вот это. Вот это 2-4. Вот это Newborn. Смотрите. 56 сантиметров. У нас на Дэниел родился 54 с половиной. Ну, 55. Вот. Наверное, пару раз может одеть и все. Здесь пишут 62 сантиметра. Но он по размеру как 56. Я не знаю, что не так я делаю. Но как есть, так есть. И здесь 56 тоже 1-2. Ну, давайте мы... А, ну, в принципе, от ножек до плечиков давайте мы тоже сравним. Это Newborn, да? Сравним вот этот. Который уже 2-4 месяца. Видите? Ну, вот. Просто одинаково. А что по ручкам? А ручки здесь... Ну, да. Чуть-чуть длиннее. Вот это 2-4. Я не знаю, что не так. И я думаю, может быть, это все зависит от одежды. Ну, это хлопковая одежда. Может быть, она поэтому и стягивается. Или у меня была такая же проблема с наденилом. Что я все, что я не стираю, все просто очень сильно стягивается. Если... Я вот хочу вас спросить. Если вы стираете и сушите детскую одежду, скажите мне, пожалуйста, чтобы я не портила одежду следующую, которую я партию куплю, все равно я уж подкупать буду, так как я просто все стянула на размеры меньше. Поэтому у меня сейчас одежда, та, которая для 6-месячного относится к 3-месячному ребенку. И вот я понимаю, что теперь я испортила, и мне нужно все равно докупить потом, уже чуть позже. Но я не хочу испортить, поэтому скажите мне, пожалуйста, посоветуйте мне, на каком режиме нужно стирать, и на каком режиме нужно сушить в сушильной машине. Потому что я уже просто не знаю. И я сейчас уже пошла, разбиралась с этой сушкой, смотрю, у нас сушка LG. Я так смотрю, у меня опять схватка, прям сильно так жестко-жестко, прям отсюда, аж отсюда прям все стянулось. Моя мама говорит, нужно лежать. Я не знаю, я Алексу говорю, я не знаю, что делать, а если мы сегодня рожать поедем? Ой, но оно не больно, оно просто стянуто сильно. Сейчас оно пройдет. Так, я еще не успела посмотреть вообще-то видео, как Натанила рожался. Натанька проснулся? А что так мало? Сколько он проснулся? Поспал всего час 06, почему так мало? Эх. Ладно. Так что вот, все, опустила. Уже животик мягенький. В общем, скажите мне, пожалуйста, на каком режиме? А я уже посмотрела на сушки, а там написано, деликатная сушка, оказывается, есть. Неужели я портила все время? Да, сейчас. Вот, смотрите. У нас есть, я всегда, вот эта сушка, я всегда сушила на Spin Dry или на Normal, выставляя температуру просто, ой, не температура, а время, таймер, и Dry Level, и, а, температура я всегда делала мидио. А получается, я вижу, что здесь есть деликатная сушка. Неужели я портила все, потому что я не ставила на деликатную? Скажите мне, пожалуйста. Все, пошлите к Натанилу. Кто там проснулся? Кто там проснулся? Ты поспал? Давай, девочка моя сладенькая. Ты спал? Ты так мало сегодня поспал. А ты больше не хочешь спать? Или поспишь? Не. Давай мы откроем. Шторки. Быстренько пойдем в туалет, да? Папа. Да, папа работает. Да. Да, папа денежку зарабатывает. Да. Да. Давайте выключим шум. Теперь тут пусто. Ну, мы купили комод. Будем сегодня устанавливать. Девая прелесть. Тихо-тихо. 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 Мой хороший. Все, давай, будет. Мама тебя. Расдеваем, да? Давай снимаем. Спалим еще пучок будем, да? Мон, я тебя так люблю. Я все время, когда я тебя укладываю в спадки, я всегда начинаю скучать. Тебе ты знаешь? Да. Да, знаешь. Потому что мамочка тебя очень сильно любит. Камера. Побежали. Ой, побежали, побежали, побежали в туалет. Папа. Папа работает в офисе, да? Я, папа. Давай включим свет. Да, там машинка стирает. Что, ты? Все. Да, тут мне и так смой. Пш-ш-ш-ш. Пш-ш-ш. Пш-ш-ш. Куда ты стараешься? Каба? Все, что не? Все. Пописи? Пописи. 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 Паписи. Иди, мама, малышка, как раз. Идем? Идем. Что, Мэн? Ты пописал? Да. Пописал.